Здравствуйте, спасибо. Меня зовут Владимир Милов, я живу на Литовском бульваре, дом 19. В качестве маленькой ремарки у меня была кража со взломом в квартире в 2005 году. Пришли, взяли отпечатки, заявления, с тех пор я не слышал ничего. Хотелось бы обратить внимание, с учетом тех цифр, которые вы назвали по раскрываемости, я думаю, вы сами понимаете, что они не очень удовлетворительные, да? Да, абсолютно. Я обращусь обязательно по поводу этого случая еще, но вот вам пример. У меня другой вопрос, если можно. Это не вопрос, вопрос такой. У нас сейчас в Ясенево, я думаю, вы следите за обстановкой, серьезнейшей проблемой являются постоянные конфликты жителей с разнообразными застройщиками, которые пытаются строить коммерческие объекты на придомовой территории. Несмотря на то, что у них часто бывают какие-то разрешительные документы выписанные, у нас по большинству кварталов в районе еще межевания земли не проводилось, при том, что жители, согласно положениям земельного и жилищного кодексов, имеют право собственности на придомовую территорию. И очень многие из участков, которые там какие-то документы выписаны, они на самом деле имеют обременение, исходя из прямых норм действующего законодательства. Безусловно, жители обращаются в суды, жители обращаются в прокуратуру, жители обращаются к вам. Вот здесь хотелось бы прояснить, намеренно ли вы говорили в своем докладе о том, что полиция готова вставать на защиту имущества граждан. Здесь идет именно речь о защите прав собственности на придомовую территорию, при том, что есть совершенно очевидные случаи, когда не проводилось межевание и, соответственно, неправомерное утверждение, что эта земля гражданам не принадлежит. Мы видим, что во многих случаях полиция ведет себя достаточно пассивно и в том числе не реагирует на просьбы возбудить уголовные дела против чиновников, которые выписывали какие-то разрешительные документы на эти участки по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий». Вот у меня вопрос, намерена ли полиция как-то системно вмешиваться в защиту прав граждан, которые повсеместно там, это и у нас на Литовском 19, сейчас вот Литовский 13, Рокотовы 7, Вильямская 8, я думаю, что вы эти адреса все знаете. Вы намерены как-то вставать на защиту прав граждан, на свое имущество, на всех этих спорных ситуаций? Ну что, я понял вопрос? Ну вот я вам хочу так ответить, что я думаю, вы все видите, что да, может быть пассивно, но сказать, что полиция в стороне и делает вид, что вообще ничего не происходит, не приезжает, не выезжает никуда, вы же понимаете, такого нельзя сказать. Другой вопрос, каким образом здесь действует в том или ином случае? Вот последний пример, да, сегодня мы со многими встречались уже на Рокотово 7, в ночное время также полиция выезжала, было четко дано указание мною и в ночное время и сегодня о том, что все работы прекратить до решения вопроса о том, что там и префект сказал, что будет заново пересмотрено условие, соответственно, до решения в том числе и в судах. Поэтому по всем вот этим спорным вопросам полиция будет стоять именно в первую очередь в правовом поле. Иногда, не во всех случаях, не во всех случаях граждане могут грамотно, как говорится, представить, защитить свои права о том, что они владеют территорией, именно там, это их придворовая, придомовая территория, не могут представить документов, к сожалению. У нас до сих пор, правильно вы сказали, межевание где-то не проведено, где-то еще что по какой-то причине. Может быть это, естественно, не по вине граждан. Поэтому нет, полиция всегда будет стоять на защите. И вот в настоящее время, вот везде, где проводились такие мероприятия, наша задача, в первую очередь, это охрана общественного порядка, недопущение. По каждому уже конкретному случаю, по каждому случаю проводится проверка. И если там, где есть состав преступления, мы возбуждаем уголовные дела. Но опять же говорю, в каждом случае рассматривается вопрос именно там, где есть состав преступления. Где нет состава преступления, соответственно, мы выносим постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И в данном случае есть надзирающий орган прокуратуры, который вправе жить любой гражданин или организации, оспорить это решение. И, соответственно, если сочтут, что там есть состав, то уже прокуратура по своему усмотрению вернет нам для возбуждения уголовного дела. Ну, на вас вопрос я говорю еще раз. Всегда в ОМВД по району Ясенева мы будем стоять на защите законных прав граждан. Ну, опять же, подчеркну, именно законных прав. Ведь им нужно законные права то же самое представить. Потому что иногда беззаконие, ну, яркий пример там, это вот событие там на нашей соседней, так сказать, братской стране Украины. С одной стороны там есть закон, с другой стороны нет закона. И в итоге получается то, что там сейчас происходит. Ну, мы что-то говорим. Да. Вот вы сейчас только сказали, что как только есть повод, так сказать, для возбуждения уголовного дела, то это все расследуется и заводится. Не повод, а материал любой рассматривается. А там, где есть состав преступления, состав установления. Хорошо. Значит, как по-вашему, есть ли состав преступления, когда 26 ноября на территорию гаражно-строительного кооператива Черемуха загнали 7 единиц тяжелой строительной техники гидромолотом, и в течение нескольких часов, значит, при полном бездействии администрации управы, руководства и полиции, значит, были уничтожены примерно 60 гаражей, которые не получали у владельца компенсацию. В течение дня они уничтожили. Если взять среднюю стоимость гаража, там, порядка 150-200 тысяч рублей, это такая минимальная стоимость без завышения, это ущерб принесен в течение дня более 10 миллионов рублей. Значит, есть для возбуждения дела повод? Я считаю, что есть. Но, к сожалению, ничего не произошло, и это стало возможным благодаря преступному бездействию, в том числе и полиции. Потому что 29 октября, вот у меня талон уведомления, я вам сегодня на рок-то уже показывал, значит, я написал заявление, когда были вскрыты 6 гаражей. Люди пришли, отстояли, значит, этих бандитов выгнали. Заявления в полиции были написаны с приложением фотографий, все такое прочее. Значит, не было сделано ничего, инвестора не предупредили о недопустимости таких действий. В результате 26 ноября было... У вас такой вопрос, давайте мы сейчас не будем, мы здесь собрались не обсуждать ситуацию на одном объекте. Я задаю вам конкретный вопрос, вы так говорите, есть ли состав преступления или нет. Я вам конкретно говорю, 26 ноября в течение нескольких часов, уважаемая Наталья Владимировна, она там присутствовала, снимала все на планшете, очень красиво выглядела со стороны. бандиты какие-то просто-напросто уничтожают чужую собственность порядка 10 миллионов или более. Подождите, давайте я вопрос. У вас есть документы на собственность? Документы на собственность? Есть документы на приобретение? Я отвечаю. Вы документы, есть у вас на собственность? Я член гаражно-строительного кооператива. У меня лично нет. Я член кооператива. Уничтожена собственность гаража. Железобетонные гаражи, металлические гаражи, когда они покупались, они не зарегистрированы, но мы их и не собираемся продавать. И поэтому право собственности у нас есть. У нас есть накладные, по которым мы эти получали. Стоимость этих работ, у нас есть акты независимой оценки, там это более 10 миллионов. В течение дня она была уничтожена, при этом у уничтожителей в ордере на производство работ, на установку забора, в черном по белому отдельном пункте было записано, без разрушения гаражей, без сноза гаражей. Это была отдельная строка. Почему безобразие не было остановлено? Это просто преступление совершалось при полном попустительстве властей. Нет состава преступления у вас. Да, всего 10 миллионов разрушили. Уничтожили чужого имущества. Ну вот здесь есть представитель права, он может сейчас тут пояснить. С ГСК Черевуха договор аренды на землю растут в 2005 году. Договор аренды на землю решается не таким образом, что приходят и уничтожают имущество. Это имущество есть. Накладные, по которым оно получалось, их акты оценки, это имущество есть. Вот оно. Если бы мы его собирались продавать, нам требовалось бы сначала установить право собственности, а потом по этому праву официально продавать. Мы не собираемся продавать. У вас нет право собственности, там ни на один обед. Ни у кого из вас нет. Оно не зарегистрировано, но собственность есть. Нет, ну вы ее можете дать вывести. Вот этот вот телефон или блокнот, он нигде собственность не зарегистрирована, но она есть собственность. Уничтожено было на 10 с лишним миллионов рублей при полном бездействии. И полиции, и... Нет, но ГАЗ-инвестор действовал в рамках своего контракта. Ну никак вы не говорите. Инвестор, я вам еще раз объясняю. Единственный документ, который дает право на проведение работ, ордер на производство работ. В ордере была отдельная строка без сноса гаражей. Почему власть закрыла вот так вот глаза, как будто она этого не знает. Без сноса гаражей было отдельно написано, все уничтожено. Да, на данные, по данному поводу выезжали оперативные группы следственные. Стояли, любовались, как в течение там... Подождите, я вас послушал, вы дадите мне ответить или нет. Долбили гаражи, слушаю вас, да. Выезжали следственные группы, описала, заявление от вас получили, материалы получили как от вас, так и от той стороны, которая уничтожила ваши. Данное заявление было рассмотрено, изучено, всеобъемлющие, со всех сторон. И принято решение. Если вы с чем-то не согласны, Идите в суд. В прокуратуру, в надзирающий орган. Также вам было разъяснено, участковым полномоченным, о том, что вы имеете право обратиться на данную организацию в суд частном порядке по повреждению, если вы считаете, вашего личного частного имущества. Каждый из вас. Далее, по поводу еще, там некоторые вопросы, уголовное дело также возбуждено, некоторые еще вопросы, материалы на проверке до сих пор следственной. Завтра, председателю ГСК, с теми, кто считает, что там незаконно принято, в 12 часов мы собираемся в ОВД, я пригласил со всеми, пригласил, у меня там дознаватели будут, участковые полномоченные, которые проводили проверку. Еще раз подробно каждому разъясним, что, как и почему, чтобы здесь сейчас подробно уже не рассказывать. Впрочем, законность и эффективность работы сегодня являются предметом пристального внимания общественности. Все, что делается органами наших, в первую очередь, делается в интересах общества и каждого жителя нашего района. Это интересно. По этому вопросу взаимодействия полиции с обществом, совершенствования форм и методов сопровождения деятельности органов внутренних дел, в прошедшем году делилось очень большое внимание. Мы продолжим эту практику изучения общественного мнения о деятельности полиции, использование его результатов для принятия является одним из определяющих факторов оценки деятельности органов внутренних дел. Ну, а нам еще, я думаю, предстоит очень большая работа по дальнейшему завоеванию доверия со стороны гражданского населения. Уголовное дело в феврале завели уже, вот по факту предыдущего наезда. Идет уголовное дело. Не оскорбляйте, пожалуйста. Детка, это не оскорбляйте. Поэтому сколько нам можно терпеть? Это не оскорбляйте. Я говорю, детка. Я не могу тоже заставить. А я не могу, понимаете, а я не могу, да? То есть творится беззаконие. То, что вы не обращаетесь, а ты беззаконие. Обращайтесь. Будут составлять сюда, они выровняют площадку. А нам надо сейчас выехать. Так вы тоже их не заставите. То есть они могут приезжать, когда хотят, на нашу территорию. То есть вот эта придомовая территория дома, 7, корпус 2. То есть они могут приезжать, она является общей долевой собственностью собственников жилья. То есть они могут приезжать, ломать чужую собственность, да? И после этого, да, все разводят руками, говорят, ну а что, пусть уезжают. Черт, ты не раскрывай своих. Вот я что-то не могу понять, да? Люди гаражи построили за свои деньги. Наши права нарушаются, да? А нас все посылают на три буквы.